Здравствуйте! В эфире программа Ныне. Обзор событий города и района в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Я помню, я горжусь. В художественной мастерской Центра народной культуры прошел мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки. В добрые руки компьютер на поруке. Благодаря этой акции многодетная семья получила в подарок устройство, без которого сегодня не обходится, пожалуй, ни один современный человек. До Дня Великой Победы осталось 14 дней. Ветераны готовятся отпраздновать этот славный юбилей и вспоминают о суровом испытании, выпавшем на их долю. Начнем с повтора. В Ахтубинской кадетской школе-интернате имени Сухого состоялся день открытых дверей. Будущим кадетам, а также их родители, педагоги школы рассказали, что дают детям знания не только по основным предметам, но и специальным дисциплинам. И готовят юношей и девушек к служению родине прежде всего на военном поприще. Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-интернат имени Павла Осиповича Сухого. Далеко за пределами Астраханской области знает это учебное заведение, главная цель которого – довузовская подготовка будущих специалистов России и для России. Подготовка воспитанников к поступлению в авиационные институты, к успешному владению профессией военного летчика, штурмана, авиационного инженера. Сообщение о том, что 18 апреля в школе день открытых дверей было известно давно. Воспитанники и выпускники этого года на весенних каникулах побывали у себя дома, в школах, организациях и объявили о новом наборе в школу-интернат своим друзьям, близким, знакомым. Официально о нем объявило и руководство учебного заведения. Поэтому и в раннее субботнее утро посетителей собралось достаточно много – родителей и ребята, желающие посвятить свою жизнь подготовке и обучению профессии летчика. Встреча руководства и посетителей началась в клубе. Открыл ее директор школы полковник в отставке Петр Крапивин, который представил руководство школы и план проведения мероприятий. Петр Михайлович доложил собравшимся. Школа за 20 лет подготовила 1230 выпускников. 90% из них служат защитниками Родины во всех родах и видах войск и силовых структурах. 60 человек проходят службу в Ахтубинском гарнизоне. С особой теплотой Петр Крапивин рассказал о выпускниках, награжденных правительственными наградами. Нам очень приятно, что мы подготовили героя Российской Федерации майора Солнечникова, тот, который свои грудь защитил своих подчиненных мальчишек. Мы подготовили четыре выпускника, которые награждены орденом Мороза. У нас прилетчика-испытателя уже один работает в ВКВ Сухово, и два у нас летают здесь. Зам. директора по учебной работе Валентина Чуманова, работающая в школе с первых дней, довела присутствующим общую информацию о школе-интернат. Процесс обучения у нас в школе во многом схож с процессом обучения в обычной школе. Мы подчиняемся непосредственно напрямую Министерству образования и науки Астраханской области. Все те документы, которыми руководствуется в школах, являются обязательными и для нас. Я остановилась на особенностях, которые должны знать родители и абитуриенты. Обучение проходит вдали от дома. В школе большой коллектив, и дети все время в коллективе. В воспитанник должен учиться сам и без родителей. Кадет может скучать по дому и по родным. Заместитель директора по военно-специальной работе Сергей Мищенко и старший восстатель командир роты Вячеслав Кузнецов говорили о военной подготовке. Кадет должен уметь подчиняться командирам и начальникам, выполнять распорядок дня, обслуживать себя сам. В своих выступлениях руководство школы нацелило абитуриентов на дисциплину, честное отношение к себе и окружающим, воспитание лучших мужских и человеческих качеств. Выпускник 2002 года капитан Виталий Шинкаренко служит в гарнизоне и откровенно рассказал о своей учебе в школе. Действительно нужны защитники родины. Но, как уже сказали, руководство школы. Одного желания учиться здесь мало. Значит, в первую очередь нужно трудолюбие, нужно усердие, понимание. По своему опыту могу сказать, я выпускник 2002 года, было очень нелегко учиться. Сергей Викторович был командиром роты, и он помнит, что даже у меня не хватало иногда терпения. Ну, был молод, глуп, сейчас все понимаю. Писал рапортное отчисление, хотел уйти отсюда, потому что здесь реально тяжело учиться. Не просто. Просьба к вам, как к родителям, к будущим кадетам, значит, кто хочет ими быть. Оцените, пожалуйста, свои возможности. Здесь, честно могу сказать, совсем нелегко. Завершая встречу в клубе, руководство школы отвечало на вопросы присутствующих. И подтвердило, что прием проводится в этом году только мальчишек. Прием детей проводится 15-16 лет. Ответили на вопросы по подготовке медицинских и общеобразовательных документов для тех, кто желает поступить. Воспитанники школы показали в этот день концерт художественной самодеятельности. Только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь в небо, не грубя, не скорбя, не отпустив тебя. Провели смотр строя и песни. Присутствующие посмотрели показательные выступления кадетов-выпускников. Своими впечатлениями о школе поделились кадеты первого курса. Мне вообще очень нравится эта школа, очень интересная, познавательная. Нас всему тут интересному учат. Уроки тут проходят так же, как в школе, но только немного специальные предметы добавляются. Учиться сложно, в плане того, что мало времени на уроке, как-никак не обычная школа, а назвал бы ее армией. Считаю, что каждый, не только мужчины, наверное, и женщинам, девушкам, девочкам полезно ее пройти. Вначале было, конечно, сложно привыкнуть, действительно сложно здесь учиться. Поначалу адаптация шла у нас, психологическая, конечно, тоже сложно. Но сейчас уже все очень нравится, все интересно, уже привыкли. Закончился день открытых дверей обедом для родителей и абитуриентов, присутствующих на встрече. 22 апреля в школе номер 6 состоялся традиционный районный конкурс «Безопасное колесо», который ежегодно проходит в рамках Всероссийской акции безопасности движения на дорогах. Участие в соревнованиях приняли 10 команд из сельских и городских школ, в составе которых ученики 4-6 классов. Организаторы отметили высокий уровень подготовки ребят. И опять же, традиционно, первое место завоевала команда Капустино-Ярской сельской школы, которая с года в год защищает честь района на областном конкурсе и входит в десятку лучших. Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» в Ахтубинске много лет проводится в школе номер 6. Для этого там все есть. Двор большой с асфальтовыми дорожками и актовый зал солидной вместимости. Открыла конкурс главный специалист управления образования Вера Жилакова. Поздравляю вас с открытием районного конкурса соревнований «Безопасное колесо», которое в этом году посвящено 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все вы знаете, что скоро наступит 9 мая, 70-е годовщина Великой Отечественной войны. Многие из вас уже начали принимать участие в различных конкурсах, посвященных этой дате. И сегодня вот продолжение тех мероприятий – это «Безопасное колесо». Вы все сегодня нарядные, красивые. Я думаю, что знания, которые вы сегодня покажете, также будут на высоком форуме. Всем удачи и успехов! Поздравили участников конкурса Алексей Рубцов, председатель районного общества ДОСАФ России, преподаватель, организатор ОБЖ школы номер 6 Николай Кущ, инспектор ГИБДД Айгуль Аляева. Сегодня мы проверим их знания, знания правил дорожного движения, как вы водите велосипед, мастерство вашего вождения. И победители у нас, как и принято, поедут представлять Ахтубинский район на областное соревнование «Безопасное колесо» в город Астрахань. Так что, ребята, я вам всем желаю удачи. Не подкачайте, пожалуйста, не подведите своих руководителей. И сразу, без раскачки, команды, разделившись на 4 группы, приступили к сдаче экзамена. Сначала все в актовом зале, точнее, на станции знатоки правил дорожного движения, отвечали на сложные вопросы. Заранее, скажем, этот этап все участники выполнили на высоком уровне. Следующий этап соревнований перенес ребят в реальную жизнь, на настоящую дорогу, с настоящим транспортным средством и очень строгим инспектором ДПС Ильнором Акполиновым. Работа по профилактике правил дорожного движения, она проходит не спонтанно, а в течение, на протяжении, вернее, всего учебного года, со всеми классами. Так как наша школа находится на улице Волгоградской, не все водители соблюдают правила дорожного движения, иногда перед пешеходным переходом не останавливают детям. И мы своих детей приучаем к тому, что всегда нужно надеяться только на себя, на свои знания, на знания правил дорожного движения. Все 40 участников должны были проехать на велосипедах по этому непростому маршруту. Я еще не ездила ни раз и не участвовала в подобных мероприятиях. Я очень волнуюсь, но что-то мне подсказывает, что я должна хорошо проехать. Раз я учусь в первой школе, я должна всегда быть первой. И все, кто живет в этом городе, все должны знать правила движения, потому что водители могут быть невнимательны и нас могут не замечать. Как оказалось, задания по практическому вождению тоже все, почти все, выполнили успешно. Юлы, велосипедисты из Успенки, школ номер 2, 3, 4, 5, а лучше всех откатала по маршруту капустыно-ярская команда велогонщиков. Чтобы принимать участие и показать себя в хорошем, в лучшем ракурсе, значит, нужно показать все свои знания. Ну, дороги у нас, как вы знаете, особенно в нашем Копьяре, очень плохие, кроме Советской улицы. Поэтому тренироваться нам очень трудно. И мы хотим сказать, что мы все равно участвуем, приезжаем, не отказываемся и даже побеждаем. Поэтому в том году мы защищали Ахтюминский район в Астрахани, завоевали призовое место. Очень серьезным препятствием для всех стал медицинский пункт. Фельдшер Центральной районной больницы Ольга Безрукова никому поблажек не давала. Спрашивала с участников, как с профессиональных медработников. А по-другому сказала Ольга Валентиновна, нельзя, со здоровьем не шутят. На отлично ответили здесь только ученики Капустяно-ярской школы и шестой. А самым сложным испытанием для всех команд стало фигурное вождение в автогородке. Мало того, что конкурс был непростой. Проехать надо было через шесть препятствий, перевезти груз, преодолеть трамплин, вписаться в узкую дорожку между досок. К тому же дул ветер такой силой, что не раз валил столы у трассы. Компетентная жюри тем временем отслеживала ход соревнований, подводила итоги. Ежегодно у нас лидирующей позицией занимает школа поселка Капустин-Яр. В этом году участник этой команды Арабаев Руслан занял уже у нас по двум номинациям уже два лучших места. То есть он показал самые высокие результаты в двух конкурсах. Это знание правил дорожного движения и вождение в автогородке. Я думаю, что этот участник обязательно будет представлять Ахтубинский район в городе Астрахани. Кто прошел все испытания, собирались в зале. Среди первых, как следовало ожидать, команда Капустин-Ярцев. На столе уже лежали почетные грамоты с именами победителей конкурса. В прошлом году мы с моей командой ездили в Астрахань и завоевали там почетное шестое место. В этом году мы собрались с командой, приложили все силы, чтобы победить. И вот уже плоды, уже награды. Когда в том году мы ездили, я была запасной. Мы тренировались и приложили все силы, чтобы приехать снова и победить. Второе место в сложной борьбе завоевали ученики школы номер 4. Горькие слезы одной из участниц говорили о том, что до победы им не доставало отличной оценки только в медпункте. Третье призовое место досталось команде из средней школы номер 8. Им тоже до победы не хватило всего несколько очков. С наступлением теплых деньков жители города и района планируют выезд на берег водоема, чтобы побыть наедине с природой, поймать рыбку, сварить душистую уху. Однако многие не знают, что в весенне-летний период и нереста рыб вступают в силу ограничения, которые необходимо знать всем любителям рыбалки. Наш корреспондент Сергей Луцев поинтересовался у работников Нижнекамского отдела по охране водных и биологических ресурсов, а также среды обитания о запретах и правилах любительского рыболовства в Астраханской области. Современная статистика утверждает, что более 80% женщин и 50% мужчин любят рыбу и рыбопродукты, а две трети населения Российской Федерации кудят рыбу сами. Народная мудрость гласит, что время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. В солнечное апрельское утро мы выехали на берег реки и на Волге и в устье Владимирского затона ожидаемого количества рыбаков не увидели. На водоеме сильный ветер и съемочная группа решила заехать в отдел государственного контроля надзора охраны водных и биологических ресурсов и среды обитания и поинтересоваться у главного государственного инспектора Нижневолгского отдела Виктора Хвостенок о требованиях правил любительского рыболовства в весенне-летний период текущего года. Виктор Петрович, какие новые особенности или запреты вступили в силу с 20 апреля 2015 года в правилах любительского рыболовства? В правилах любительского рыболовства запретов никаких новых нет у нас. Как было у нас 20 апреля по 20 июня рыбалка разрешалась в пределах административных границ населенного пункта, так она осталась. Разрешенными орудиями лова может любитель рыболов ловить рыбу по промысловым размерам, существующим нашим, без ограничения вылов. А в других, например, в займище? Нет, всякая рыбная ловля в период нереста, в займище, даже проезд на мотолодках с мотором запрещены и будут наказываться по закону. Это у нас идет статья отдельная. С 20 апреля по 20 июня? Да, на период запрета, да. Понятно. Запрещено. Виктор Петрович, а что вот нужно знать еще рыбакам-любителям о запрещенных орудиях лова? Какие они запрещены? Ну, по-моему, каждый рыбак-любитель, рыболов-любитель, прекрасно знает, что к запрещенным орудиям лова относятся сети, аханы, пауки, ну, тоже есть они у нас в некоторых, вентяря, самоловные эти, типа вентяря, они тоже как типа самоловки идут, капканы, самоловно-крючковые снасти, это все грубые нарушения. Виктор Петрович, а вот скажите, пожалуйста, ну, бывает такая ситуация, рыбак забросил спиннинг и попал на сетку, каковы его действия? Ну, во-первых, надо позвонить или в полицию, или к нам в рыбоохрану, будет выслан человек туда кто-то, и будут разбираться. Нет, если уже никого нет, ну, отцепил-то и близко. Ну, все равно надо позвонить обязательно в дежурную часть полиции или в рыбоохрану. Вот в период запрета с 20 апреля по 20 июня ловить рыбу в Покровке, в Зубовке, в Болхунах, ну, в населенных пунктах муниципальных образованиях, где можно? Ну, опять же, в пределах административных границ населенного пункта. Ну, последнее строение, если, например, Болхун, или там Сокрутовки, или Пироговки, или Покровки, ну, инспектор смотрит, ну, где-то последнее строение, ну, 500 метров от него где-то еще, это не наказуемо. Сколько крючков разрешается сейчас иметь на удочке? Значит, по новым правилам сейчас у нас разрешается на одно орудие лова не более пяти крючков. Без классификации сейчас. Раньше была классификация, 12 размер, не более. Теперь у нас не ограничено. Хочешь 32-й, хочешь 40-й, хочешь 50-й вешай. Вот это пропуск, конечно, в правилах. Но орудие лова на пять крючков. А можно иметь три орудия лова? Три орудия лова, но не более пяти крючков. То есть на все орудия лова должно быть не более пяти крючков. Какое наказание может последовать нарушителю, если он применил семь крючков? Это нарушение. Это будет 8.37 статья у нас идет. Административного кодекса? Административного кодекса Российской Федерации, да. И будет наказываться от двух, если там первый раз, значит, от двух до пяти. Ну, обычно две тысячи штраф у нас выходит где-то. То есть административная ответственность несет сто процентов. До двух тысяч штрафов? Да, чтоб не нарушал. За лишний крючок? Да, за один лишний крючок. Виктор Петрович, а вот работники каких органов могут привлекать к административной ответственности за нарушение правил рыболовства? То есть кто может составить протокол? За нарушение правил любительского и спортивного рыболовства составляет протокол только Государственный инспектор охраны использования водно-биологических ресурсов и среды обитания. То есть это Волокоспийское территориальное управление, его сотрудники. Или же полиция. Уважаемые любители рыбной лаули, люди, любящие природу в городе и по всему району, Соблюдайте правила любительского рыболовства и природа всегда отблагодарит вас. В очередном сюжете «Во саду Левогороди» наш корреспондент Владислав Лихварь рассказывает о погоде на предстоящие дни, работе паромной переправы и делится советами по выращиванию рассады. Сегодня, 24 апреля, сила ветра в Ахтубинском районе достигала 8 метров в секунду. И ничего удивительного, такая погода бывает всегда, когда цветет абрикос. В этом сезоне, после трехлетнего перерыва, ахтубинцы смогут наконец-то насладиться божественными плодами. Да, весна в этом году выдалась затяжной, холодной, с минимальными осадками. Те дожди, что выпадали, почву не насытили, их называют травяными. Влаги хватило не больше, чем на 3-5 сантиметров. А потому деревьям, кустарникам требуется интенсивный полив. Осорная трава, легкарственные, чистотел, к примеру, одуванчики, крапива, зайчья капуста тоже активно пошли в рост. На подоконниках у многих дачников растет рассада овощных перцев, баклажаны, помидоры, диковины и заморские растения тоже радуют. Но в этом сезоне рост их все же замедлен. Не хватает солнечных теплых дней. Однако у опытных овощеводов, как у моего соседа Сергея Николенко, подобных проблем нет. На его даче в парниках под пленкой уже цветут огурцы, перцы, а на помидорах не только цветы, даже плоды успели навязаться. Посеял рассаду томатов Сергей Леонидович. 20 января на ночь надежно укрывает от морозов коврами, паласами. Вернемся к погоде, природе, полезной информации. Несмотря на ураганный ветер, в этот день даже вороны не смогли перелететь через Ахтубу на остров Петриков. Но паромная переправа работала. А все потому, что вода в реке стала подниматься. На выходные дни ветер не утихнет, но станет теплее до 20 градусов. Советуем дачникам посеять в грядке на рассаду овощные культуры. Помидоры, перцы, баклажаны ранних сортов. Сначала под пленкой, а затем под белой нетканкой. В парничках она быстро вырастет и по срокам созревания ненамного уступит рассаде, которая уже сейчас реализуется на рынках города. В рамках акции «В добрые руки компьютер на пороке», инициированный региональным министерством социального развития и труда, компьютер в дар получила многотетная семья. Трое из пятерых детей являются школьниками, и теперь гаджет для них станет хорошим подспорьем в учебе. Акция «В добрые руки компьютер на пороке» предполагает передачу компьютерной техники тем, кто окончил компьютерные курсы в сельсеть, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня у нас, считаю, хорошее мероприятие. Мы передаем компьютерную технику, которую с благодарностью передал нам ветеран военной службы Дратусев Владимир Павлович. И мы передаем многодетной семье, в которой пятеро детей. Надеемся, пригодится. Детки смогут узнать много в рамках школьной программы. И помимо этого... Мама пятерых детей Галина Савицкая сама за компьютер никогда не садилась, но уверена, что и ее детям подаренный гаджет обязательно пригодится. Компьютером будут пользоваться, конечно, школьники. Это старшие дети, мальчики. Богдан, старший у нас самый Азиз и младший Даут. Чтобы получить компьютер в Центре социальной поддержки населения, с мамой туда пришли средний сын Богдан и младший Даут. Компьютерную технику они предполагают использовать не только в учебных целях, но и в своих играх. Их сверстники делают это весьма успешно, и ребята тоже не хотят от них отставать. У моих одноклассников есть компьютер, и теперь у меня будет. В Ахтубинском районе еще есть семьи, где компьютер пришелся бы весьма кстати. А еще сотрудники Центра социальной поддержки населения уверены, что и людей отзывчивых у нас тоже немало. Их-то как раз социальные работники приглашают принять участие в акции «В добрые руки компьютер на поруке». Хочу обратиться к населению нашего района, к предпринимателям, к руководителям различных структур, включиться в акцию, посмотреть, если дома есть в наличии компьютерная техника, даже какие-то отдельные элементы. Мы готовы принять и с удовольствием передать в семьи. И думаю, компьютер в старом варианте обретет новую жизнь. Мы вас ждем. Можно обратиться по телефону по данному вопросу 544-87 или 529-39. Мы ждем вас. В Дзержинском районе Волгограда найдена авиационная бомба ФАП-100. Снаряд относится к временам Великой Отечественной войны. Как информирует МЧС Волгоградской области, сообщение об опасной находке весом около 100 кг поступило вечером 22 апреля. Аэропорт работает в штатном режиме, говорится на сайте ведомства. В ближайшее время спасатели обезвредят боеприпас. Это далеко не первый случай подобных находок. С прошлого года происходит операция по разминированию Мамаева Кургана. Уже разминированы и очищены 152 гектара, а обнаружены и уничтожены десятки взрывоопасных предметов и более 300 фрагментов боеприпасов. Это советские и немецкие мины, взрыватели от артиллерийских выстрелов, а также ручные и осколочные гранаты. Волгоград – один из самых известных городов-героев. Летом 42-го немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на Южном фронте. Первым под удар попал Сталинград. Город пережил одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградскую битву, которая длилась 200 долгих кровопролитных дней и ночей. Свидетелей тех страшных событий с каждым днем становится все меньше. Тем ценнее встречи с ними. Воспоминаниями о войне сегодня делится наша землячка – Олимпиада Склярова. Лида. Так в июне 1925 года супруги Скляровы назвали свою новорожденную дочь. Однако родная сестра отца зарегистрировала девочку Олимпиадой. Двойное имя – вот секрет ее долгожительства, шутят сегодня родные, вспоминая в семейном кругу события далеких лет. В 41-м грянула война. Олимпиаде в тот день исполнилось 16. Глава семьи, помощник шкипера, устроил работать дочь на баржу, где помимо команды были военные, охраняли и судно, и грузы, оружие, боеприпасы, соль, муку, зерно. Рейсы были от Астрахани до Москвы. В 41-м враг осаждал столицу, ее защитникам и жителям не хватало продовольствия. Куйбышеве нагрузили мукой в мешках и в Москву направили. И на Химков, и там разгружали на правом берегу эту муку. А разгружали на самолет, называли кукурузником. А нам было интересно посмотреть Ленина. И с солдатами мы пошли, нашли до этого бавзолея, посмотрели. Он обнесен забор или что-то там, и кирпич, и все непонятное что. Это была маскировка. Сирена забыла. Бомбили один прилет был, второй прилет бомбит усиленно. А у них по 10 этих бомб висит, и они их кучей бросают. Страшно было. Летом 42-го в Балахне Горьковской области судно загрузили ящиками разных размеров. В них были боеприпасы, патроны, мины, снаряды для «Катюш». Караван из трех барж, колесный пароход-буксир повел на Сталинград под постоянными вражескими обстрелами и бомбежками. Там есть, доходя до Сталинграда, берег идет, идет, крутой берег идет. Вот это место немец пристрелял, не давал проходу караванам, потому что он знал, что все везут для фронта. Капитан приживает караван до горы, вплотную. Прошли в это место нормально, благополучно. Все, вышли на Волгу, на широкую. Утро настало, пришел пароход, а каравану подойти нельзя. Волга заминирована, мины плавают. Вызвали тральщиков, протралили, пусть свободен. И пароход нас повел дальше. Довел он нас до Затона, Сарепта, сейчас Красноармейск. Нашу моржу повели в Затон, а те на другое место. Выгружили нас, Надя, в Затоне. Выгружали военные, которые у нас были, на берег. А с берега вывозили, была заранее сделана канава, такая, да. И по этой канаве вот эти ящики с боеприпасами подростки крючками брали и по этой канаве тащили. Уже заканчивали выгружать. Наша Катюша пошла. Завыла. Мать перекрестилась. Слава тебе, Господи, довезли. Каждую секунду, каждую секунду вы могли просто погибнуть. Раненых также перевозили. Все лето, осень, зиму и весну. Это вот провели всю битву в Сталинградскую, провела в Сталинграде. Они когда вот уже до Астрахани, уже снаряды возили до Астрахани, они предназначались эти снаряды для Кавказа, потом через Каспийское море, по железной дороге туда вот, в Калмыкию. То есть они привозили снаряды в Астрахань, но там тоже бомбили. Также точно неоднократно попадали под бомбежку. Это за победу и за трудовой подвиг в войне. Вот давал Сталин, так и гадали за то, что мы участвовали в этой войне и победили. Свой самый главный праздник семья Скляровых отмечает 9 мая. Больше всех поздравлений в День Победы получает Олимпиада Никитишна. Участник войны, член Совета ветеранов и просто любимая мама, бабушка и прабабушка. В нашей семье 9 мая всегда это такой праздник, это чувство гордости, чувство благодарности, да. Это настолько волнует, и я просто представляю, что чувствуют ветераны, когда подходит 9 мая, когда им напоминают о прошедшей войне. Вот ты идешь, они бегут, детишки, главное вот это детишки, или вот подростки, и думаешь, боже мой, бегут к тебе, к старушке, обнимают, ведут тебя. Какое уважение! И слезы уже тут, потому что уже думаешь, вот, что значит конец этой войны. Георгиевская ленточка – один из самых интересных проектов по созданию символа в нашей стране. Распространение черно-оранжевых лент впервые проводилось весной 2005 года в канун празднования 60-й годовщины Победы над фашизмом. С тех пор это стало доброй традицией. Миллионы людей с удовольствием прикрепляют ленточку к одежде и сумкам, вешают на лобовые стекла машин, отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной. Четких правил завязывания Георгиевской ленточки не существует. Главное – поймать смысл данного действия. 22 апреля, в день старта акции, на базе Центра народной культуры прошел мастер-класс по изготовлению символической ленты. Мастер-класс был организован при помощи сотрудников детской и художественной школы имени Котова, а если точнее, силами заведующей по учебно-воспитательной работе Татьяны Тихоновой. По ее мнению, сделать такое символическое украшение своими руками может каждый. Способов есть вообще великое множество. Это и лавровый лист, это и цветы, это вот сама Георгиевская лента. Это очень интересно завязанные банты с Георгиевской лентой. Основное, на что опирается, это вот канзаши. Это основная техника. Вторая уже техника идет – это бисероплетение. Вот с бисера очень много сейчас готовят этих георгиевских лент, и те, кто увлекается как раз-таки бисером, они наверняка уже тоже делают такие ленты. На данном занятии рассматривался один из наиболее простых и быстрых способов изготовления броши. В основе классическая Георгиевская ленточка. Списки дополнительных материалов, линейка, острые ножницы, свеча для запаяния срезов и швов и кусочки картона, а также украшения для серединки. Оно может быть любым, но обязательно подходящим по смыслу к празднику Победы. Первоначально отрезы георгиевской ленты длиной 8,5 см сворачиваются в лепесток канзаши и фиксируются с помощью огня. Пять таких лепестков соединяются в звездочку на круглом кусочке картона при помощи горячего или моментального клея. После этого декорируется середина, по желанию можно добавить сполохи. Брошь крепится на булавку, и украшение готово. Весь процесс занимает не более 40 минут, однако положительные эмоции от результата творчества останутся еще надолго. Так считают те, кто присутствовал на мастер-классе. Художественная мастерская Центра народной культуры открыта для всех желающих. В художественной мастерской проводится масса интересных мастер-классов. И сегодня прекрасный мастер-класс, который дала Татьяна Тихонова, это по изготовлению георгиевской ленточки. Мы сделали ее своими руками, и в канун праздника это будет хорошим подарком для наших близких. Впервые в дни майских праздников в Ахтубинске состоится мероприятие столь необычного формата. Ахтубинская епархия приглашает всех жителей города на мотофестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы. Гостями праздника будут православные мотоциклисты из Москвы, члены Сталинградского отделения клуба «Ночные волки», а также мотоциклисты из Астрахани и других городов. В концерте примут участие музыкальные группы из Волгограда и из Астрахани «Репродуктор» и «Пепперминт». Праздник состоится 3 марта в 19 часов на территории собора Владимирской иконы Божьей Матери. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Приятных вам выходных, всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова